Здравствуйте! Это новости Татарстана в студии Лины Зинатолина. И вот о чем сегодня расскажем. Трагедия в Казани стала главной темой совещания Владимира Путина с правительством. Тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остается вся Россия. Какие поручения дал президент страны, расскажет слова Тухмадулян. Праздник веры. Какое-то успокоение пришло. Как в Казани прошел Ураза Байрам, расскажет Рамин Шайдулин. В Татарстане только в этом году более 4000 человек смогут освоить новую профессию. Потому что каждая ошибка бьет рублем и мою организацию, и моих руководителей. Куда обратиться за новыми знаниями, знает Алия Хайрудинова. Спутник Ви на ТНВ. Работа такая, что приходится контактировать каждый день с новыми людьми, и поэтому лучше обезопасить себя. Как вакцинация прошла на ТНВ, расскажет Вероника Гайрудинова. Страшная беда и варварское преступление. Так Владимир Путин назвал трагедию в Казанской гимназии сегодня на совещании с членами правительства. Оно началось с минуты молчания в память о погибших. Президент России дал ряд важных поручений. Организовать реабилитацию всех детей и учителей, которые находились в школе в момент стрельбы. Педагогов и сотрудников гимназии представить государственным наградам. Помочь семьям пострадавших, ужесточить контроль за оборотом оружия и обеспечить безопасность учебных заведений. Салават Мухаммадулина о заявлениях главы государства. Произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии. Трагедия в Казани стала главной темой совещания Владимира Путина с правительством. Президент подчеркивает, что с Татарстаном в эти дни вся Россия. И в первую очередь акцентирует внимание на поддержке пострадавших и оказании им медицинской помощи. Татарстан. Все, кто столкнулся с бедой, пострадавшие семьи, безусловно, получат всю необходимую поддержку и помощь. Сейчас самая неотложная, самая главная задача борьба за спасение жизни пострадавших. Я знаю, что среди них дети с очень тяжелыми ранениями. И хочу пожелать всем раненым выздоровления, передать слова поддержки их семьям. Президент России отмечает, все сотрудники гимназии действовали героически, в высшей степени профессионально, спасая детей. Никто не покинул свой пост. Все исполнили свой профессиональный долг и человеческий долг. Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии. Президент интересуется состоянием пострадавших. Он владеет самой последней информацией и уточняет детали у главы Минздрава. Михаил Мурашко сообщил, казанские врачи действовали максимально оперативно. Первые машины скорой помощи были у школы уже через 7 минут. Одновременно работали 36 бригад. 14 пострадавших в Казани сейчас в стабильном состоянии. Их жизни ничего не угрожает. Из пяти детей, которых отправили накануне в московские клиники, двое в крайне тяжелом состоянии. Двое детей требует все-таки тщательного нашего большого внимания. Они остаются пока в крайней степени тяжести. Третий ребенок перенес вмешательство хорошо и его состояние не внушает опасений. Уверен, что делается все возможное для того, чтобы спасти жизнь детей. Будем думать об этом и молиться о их выздоровлении. Владимир Путин просит конкретные предложения, чтобы не допустить повторения трагедии в стране. Глава Росгвардии Виктор Золотов озвучивает, нужно повысить возрастной ценз для владельцев оружия до 21 года. Ужесточить требования для получения охотничьего билета. А полномочия по выдаче справок закрепить только за государственными клиниками. И предусмотреть финансирование охраны учебных заведений ЧОПами. Нам необходимо также совместно, непосредственно с Минздравом осуществлять психологическое тестирование. Это необходимо делать. Я понимаю, что это и очень дорого, и длительный срок. Тем не менее, это необходимо делать в свете того, что сейчас происходит. Владимир Путин поручил подготовить все предложения в письменном виде. Рустам Миниханов их поддержал. Также президент республики попросил Владимира Путина рассмотреть возможность об усилении роли и ответственности психиатрических служб. Как доложил Рустам Миниханов, сейчас идет работа над реабилитацией детей. Работают 145 психологов. 145 детей и 89 родителей такую помощь уже получают. Летом для них будет организован отдых. Школу капитально отремонтируют. Сейчас идет проверка всех владельцев оружия. Усилен контроль за безопасностью учебных заведений. Хотел бы, прежде всего, поблагодарить вас за оперативную помощь. Наши коллеги с Москвы сразу прибыли. И первичная помощь, конечно, была оказана. Вот 8 пострадавших, самых сложных, мы имели возможность, переместили. И оказывается помощь уже в Москве. Выплаты пострадавшим семьям из республиканского бюджета уже начались. Их сегодня получили 6 семей. Перечисление средств продолжается. На специальном благотворительном счете собрано 20 миллионов рублей. Проводится работа с банками по обнулению кредитов. У нас вот каждый день будет встреча. Я сам планирую встречу со самими погибших. И наши банки обратились. Если есть у кого какие-то кредиты, если есть необходимость реабилитации, мы все эти вопросы доведем до достойного уровня. И как стало известно, уже после совещания Акбарсбанк обнулит ипотеку и потребительские кредиты семей погибших и пострадавших во время трагедии. Другие банки сейчас также подключаются к этой работе. Салават Мухаммадуллин, ТНВ, Казань. Даже ночью не прекращался людской поток к мемориалу возле 175-й гимназии. Очередь из сотен, желающих почтить память погибших школьников и учителей, растянулась на километры. Горожане, жители других районов и городов приходили семьями. Несли цветы, игрушки, белые и черные шары. Зажигали свечи в память о невинных жертвах. Завязывали белые ленточки на школьном заборе и оставляли записки со словами скорби. Казанская трагедия никого не оставила равнодушным. Сегодня мусульманский мир отмечает Ураза Байрам. С восходом солнца в мечетях зазвучали проповеди и прошел гаэт-намаз. Этот день знаменует завершение поста, который продолжался целый месяц. В честь Ураза Байрама к татарстанцам обратился Рустам Мениханов. На протяжении всего священного месяца Рамазан мусульмане возносили молитвы Всевышнему, совершая милосердные дела. К великому сожалению, последние дни Рамазана были омрачены в Казани чудовищным преступлением, жертвами которого стали невинные дети и работники школы. Мусульмане республики наравне с православными и представителями других религий глубоко скорбят о погибших, молят Всевышнего об упокоении их душ и скорейшем выздоровлении раненых. Президент отметил, что будет сделано все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Пусть же Ураза Байрам вновь наполнит наши сердца верой, любовью и милосердием. Желаю вам и вашим близким милости Всевышнего, мира, счастья, здоровья и благополучия, говорится в опрощении президента. Сегодня в мечетях Татарстана мусульмане возносят молитвы за жертв большой беды. Они нуждаются в них как никогда. Такими словами муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигулин сегодня открыл утреннюю проповедь Ураза Байрам. Сегодня они прошли во всех полутора тысячах мечетей республики. В богослужении в Галиевской мечети, в самом центре Казани, принял участие Рустам Иниханов. После проповеди верующие отправились домой. Ураза Байрам принято отмечать в кругу семьи. Пять утра. Над Казанью звучит азан. Значит, сегодня мусульмане отмечают Ураза Байрам. Позади месяц Рамазан и эти дни верующие постились с восхода и до заката солнца. Сегодня с раннего утра они отправились в мечети, чтобы принять участие в гаэт-намазе. Молились, просили про прощение своих грехов, чтобы Всевышний принял наши молитвы, наши посты. Какое-то успокоение пришло, блаженство какое-то было, покой такое, миротворение. Такой священный большой праздник. Для мусульман это очень большой праздник. Галиевская мечеть традиционно основная площадка Ураза Байрам. В этом году он прошел в условиях пандемии. Поэтому прихожане в масках с отдельными ковриками и с обязательной дистанцией. В зале сегодня заметно меньше пожилых людей. Они смотрели прямую трансляцию, которую вел наш телеканал. Для многих это единственная возможность стать участником праздника. Читают проповедь и возносят молитвы. Все в привычном формате. Но в этом году молятся о жертвах казанской трагедии. Проповедь муфтии республики началась с благодарности за то, что в этом году верующие смогли собираться в мечетях, проводить ифтары, совершать старових намазы. Главная тема – межрелигиозный мир во всем мире. Муфтии республики зачитал обращение президента Рустама Миниханова. Он и сам сегодня в мечети. В обращении к мусульманам Владимира Путина говорится, что испокон веков у Роза Байрама отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию. Вообще у Роза помогает воспитать человека, его нравственность, приводит в порядок его мысли. И мы как бы в этот день радуемся тому, что мы это сделали, хвала Всевышнего. Сегодня каждый верующий старается больше времени посвятить своим семьям, поэтому все традиционно собираются дома. С самого утра хозяйки у плиты. В этот день стараемся по традиции уже встречать с блинами. Вот и глава семьи Ильдар Салахов вернулся из мечети. К его приходу на столе горячие оладьи. Этот день они проведут всей семьей. В следующем году отец возьмет с собой в мечеть четырехлетнего сынишку. Сейчас будем уже ждать на следующий год следующий УРАЗу. Сегодня верующие успеют навестить из своих родных в Татарстане УРАЗа Байрам. Выходной день. Рамин Шайдулин, Эльгиз Шакуров, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань. Сразу после намаза Рустам Мениханов посетил медресе Мухаммадия. Здание было отреставрировано. Экскурсию по обновленному учебному корпусу провел муфти Татарстана Камиль Хазрат Самигулин. Обсудили оснащение медресе, качество преподавания и вопросы дальнейшего развития. Это одно из старейших исламских учебных заведений России. В 1882 году его основал отец выдающегося религиозного деятеля и просветителя Галимжана Боруди. В разное время медресе окончили Хусейн Ямашев, Галяскар Камал, Карим Тинчурин, Салих Сайдашев, Фатих Амирхан, Накий Санбет, Мажид Гафури, Бак Юрман Ще. В настоящее время здесь учатся 1200 шакирдов. Обучение ведут по 56 предметам на татарском и арабском языках. Реставрационные работы на территории медресе еще будут продолжены. Вот эту часть сейчас надо делать. Вот эту часть, вот эту. А где она вот здесь будет? Вот эта, вот эта. Вот эта часть. Это новости Татарстана и смотрите далее. За 12 дней мая 15 погибших на дорогах республики. А он даже не удосужился приехать. Кто попал под служебную проверку и в чем причина смертельных аварий, расскажет Салават Мухамадулян. Пусевная в разгаре. Переживать не за что. Вовремя и дожди идут, и тепло. Как идут работы в полях, узнал Рамей Шайдулин. С минуты молчания началось заседание правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Оно прошло в огрызе в тот самый день трагедии. Сюда инспекторы, руководители районов и дорожные подрядчики выехали по горячим следам. 7 мая здесь на трассе в страшной аварии погибли 4 человека, двое из них дети. Через несколько дней уже в Чистопольском районе погибли еще пятеро. За 11 дней мая на дорогах республики мы потеряли 15 человек. В чем причина смертельных аварий и кто попал под служебную проверку, расскажет Салават Мухамадулян. 47-й километр между огрызом и поселком Красный Бор. Прямо у обочины выжженная земля, осколки и часть глушителя автомобиля. Именно здесь, 7 мая, произошла страшная авария, в которой погибли 4 человека, в том числе и 2 ребенка. Ни разметки, ни знаков, деформированное ограждение. Только на этом участке трассы огрыз Красный Бор 6 нарушений по содержанию дорог. А на всем пути их больше 60, столько насчитали инспекторы. И на этом фоне куратор этого участка, глав Таддор Транса, не приехал на место аварии. Там погибло 4 человека, а он даже не удостужился приехать и уточнить, что у него происходит. Ну, грубо говоря, дома. Ну, я думаю, Фарид Мудалевич, я ничего не хочу говорить. Вы, наверное, проведите служебную проверку. Разобраться предстоит и с камерами на дорогах огрыза. Район поделен на две части рекой Иж. И оказалось, что на ее левом берегу камер контроля скорости в разы меньше, чем на правом. На левом берегу района Ижа за Ижом получается, что на сегодняшний день средств фиксации контроля недостаточно. И подавляющая часть ДТП, и в том числе вот это трагичное ДТП, произошло именно в этом части. Предлагаем рассмотреть с учетом возможности бюджета, других возможностей, установку двух стационарных камер. Одной из причин смертельных аварий называют грубое нарушение правил дорожного движения и отсутствие культуры вождения. Что в Агрызе, что в Чистополе, виновниками аварий с погибшими стали водители, которые выехали на встречную полосу. За 4 месяца этого года за нарушение при обгоне в республике оштрафовали 5000 водителей. Но у них тоже есть вопросы. Например, к еле заметным разметкам на дорогах. Такие участки вводят в заблуждение водителей транспорта, особенно на протяженных участках и в темное время суток. По этой причине в текущем году произошло 28 ДТП, в которых 5 человек погибли и 37 получили ранения. В этой связи в местах, где обгон запрещен, мы предлагаем применять термопластик для несения сплошной линии разметки. В каждый район перед такими совещаниями выезжают спецбатальоны ГИБДД. Они на месте изучают картину и всегда результаты их проверки разгромные. Так, за два дня в Агрызе экипажи поймали 12 пьяных водителей. И это самое частое нарушение. Как только в районы приезжают казанские или челнинские инспекторы, идет рост количества пойманных пьяными за рулем. Я понимаю, к чему вы спрашиваете, да, что, наверное, где-то родственники, где-то знакомые друзья, но каждый свою работу выбрал и по каждому факту принимаются различные меры против уголовных. Есть такая практика, мы меняем. Например, сотрудники Агрызского района уезжают в Челны, Челны приезжают в Агрызский район, то есть для того, чтобы не было фактора узнаваемости. Шамиль Гафаров ставит конкретные задачи. Вместо краски для разметки использовать термопластик, найти решение по электросамокатам и провести ревизию работы светофоров. Почувствую, когда ты подъезжаешь со старостепенной дороги на главную дорогу, как зеленый цвет горит по времени больше для старостепенной дороги, чем для главной дороги. Естественно, на главной дороге возникает пробка. В целом, в 2021-м в республике идет спад количества ДТП и погибших на дорогах. Но вот май унес жизни на дорогах 15. В Татарстане продолжается вакцинация от коронавируса. В республике привились уже 283 тысячи человек. 193 тысячи получили второй компонент. Можно привиться в поликлиниках и торговых центрах. Также работают мобильные бригады. Одна из них приехала на наш канал. Сотрудники ТНВ прививаются уже с начала массовой вакцинации. Как они говорят, это удобно, когда не нужно отвлекаться от работы. Телевидение – процесс непрерывный. Вероника Гвинудзинова пообщалась со своими коллегами. Вы не болели? Болел. Перед прививкой обязательная для всех процедура. Никита Никитин, контент-менеджер ТНВ, рассказывает. Ковидом болел в октябре. Поражение легких было до 30%. Антитела уже закончились, снова заболеть не хочет. Тем более работа такая. Ежедневно общаешься с большим количеством людей. Приходится контактировать каждый день с новыми людьми. И поэтому лучше обезопасить себя. Если есть такая возможность, я ее воспользовался. А тут еще и ехать никуда не нужно. Прививку делают прямо на работе. Что называется, не отрываясь от производства, говорит начальник производственного отдела Ирина Михалева. Как только на работе стало известно, что прививки будут делать на студии, я, естественно, сразу приняла решение сделать прививку. Потому что сейчас мы уже знаем, какие бывают последствия тяжелые, какие осложнения. Это, во-первых, не только себя защищает, защищаешь окружающую среду, семью. У нас в нашей работе много контактов. Ты можешь спокойно переболеть, без симптомов. А тем временем ходить и быть зараженным, и заражать других. Муж сделал прививку два месяца назад. Долго думала. А тут такая возможность появилась сделать на работе. Поэтому очень удобно, быстро. Сотрудники ТНВ привили с вакциной «Спутник Ви». Сделать прививку специально приехали врачи у 18-й горбольницы. Вирус мутирует, меняет свою форму. И мы должны быть готовы к тому, чтобы не переболеть еще раз. Это в коронавирусной, более тяжелой форме. Чтобы привиться вторым компонентом вакцины, сотрудникам ТНВ снова не нужно будет ехать в поликлинику. Врачи 18-й горбольницы приедут сюда ровно через 21 день. Вероника Гайнудинова, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Посевная в Нурладском, Тетюшском, Заинском, Ютазинском и Аксуваевском районах на финишной прямой. Здесь планируют завершить работы уже через неделю. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Марат Зябаров. Посевная кампания идет по графику. Погода благоволит. Рамиль Шайдулин подробнее. В республике посевная в текущем году проходит при благоприятных погодных условиях. Организация качества работы на должном уровне. Министр сельского хозяйства Марат Зябаров с уверенностью заявляет, посевная завершится в срок. Посевные работы проведены на сегодняшний день на площади 1,2 млн гектаров. Это 68% планов. Уже несколько районов идут, опережая график. В лидерах Нурладский и Аксуваевский районы. Там засеяно 97% яровых. Тетюшки, Ютазинский и Заинский. Там тоже посевная завершится уже на днях. В полях республики более 11 тысяч тракторов и больше 700 посевных комплексов. К весне обновился автопарк на полторы тысячи машин. В этом году, как и в прошлом, их нужно много. Засеять предстоит почти 3 млн гектаров. Впрочем, по подсчетам Министерства сельского хозяйства в республике с этим справятся быстро. В северных районах Татарстана, Верхнеуслонском, Камскоустинском, Арском, Сабинском, Однинском, Зеленодольском, Незасеяно и половина площадей. Переживать не стоит, считают в Минсельхозе. Посевную компанию рассчитывают завершить уже через неделю. По времени, по срокам, по всем технологическим приемам мы сегодня переживать не за что. Вовремя и дожди идут, и тепло. На все полевые работы этого года направят 25 млрд рублей. Рамиль Шайдуль, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. За 10 лет в Татарстане удвоились объемы мусора. При этом уровень переработки отходов 7%, а более 90% по-прежнему направляется на свалки. Как остановить экологическую катастрофу, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Мамы в декрете и домохозяйки могут освоить новую профессию совершенно бесплатно. Первая учебная группа выбрала бухгалтерский учет, но специальностей гораздо больше, включая даже бизнес-дело. Бесплатно записаться на курсы смогут более 4 тысяч татарстанцев. Оплачивается обучение за счет федеральных средств по национальному проекту «Демография». Как записаться, узнала Алия Хрудинова. Рада вас приветствовать на наших курсах по бухгалтерскому учету в коммерческих организациях. Сегодня в аудитории мамочки. В ближайшее время им предстоит выйти из декретного отпуска. Гульнас Ахмадулина собирается отдать младшую дочь в Ясли. Ее должность менеджера в автосервисе требует обновленных бухгалтерских знаний. Я решила пройти этот курс, чтобы обновить свои знания по бухгалтерии, по узнать, какие есть обновления вообще в нашем законодательстве, какие есть нюансы, потому что бухгалтерия каждый год обновляется, программы обновляются. Обновить знания поможет программа проф. обучения национального проекта «Демография». За счет федерального бюджета пройти курсы смогут татарстанцы старше 50, мамы в декрете и безработные. Для этого достаточно подать заявку на портале «Работа в России» или обратиться в Центр занятости. Там же можно выбрать образовательную программу. В списке более 200 специальностей. Супруг открыл свою ферму и сейчас очень необходимы знания при введении ИП и ООО. То есть, когда я работала, я занималась исключительно кадрами. Сейчас необходимы новые знания. В Татарстане гуманитарно-экономические знания можно получить в Казанском филиале президентской академии и КФУ. Технические знания в агентстве развития проф. мастерства WorldSkills. В этом году в республике обучение пройдут более 4000 человек. 75% из них будут трудоустроены. Есть непосредственно запрос от работодателя и конкретно под них мы уже учим новых сотрудников. Есть вариант, когда сотрудник работает и для сохранения своей работы ему нужны новые компетенции или новая профессия. Также человек может после обучения у нас быть зарегистрирован самозанятым и это тоже получается новая работа. Пока идет набор групп, зарегистрировались уже более 1100 человек. Алия Хайрудин, Валмазье, Динов ТНВ, Казань. А на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках. Всем миром в Божий ряд мы встанем. Ведь дети солнца наш народ. Всем солнца свет дарить мы станем. Мир славит наш чувашский род. Раиса Сорби Лента поздравляет с праздником Ураза Байрам и подготовила специальные предложения. Масло агросило традиционное. Халяль 94 рубля. Скидки и бонусы. Максимальная выгода по карте номер один. Лечение варикоза лазером от 25 тысяч рублей. Клиника варикоза нет на Достоевского. Приглашаем в Уфу на российский нефтегазохимический форум и международную выставку «Газнефттехнологии». 250 компаний отрасли. Ведущие эксперты. 25-28 мая. ВДНХ. Экспо. Уфа. За что я люблю аптеку «Формленд»? За большой ассортимент, с которым здесь всегда порядок. За скидки, подарки, бонусы. За всё то, чему мы рады. За тёплое отношение к покупателям. Попробуй. И с первой встречи ты легко поймёшь. «Формленд» что надо. Готовые квартиры в Аннополисе от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось меньше 30 квартир. Подробности на сайте жк-уникум.ру и по телефону 556-59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России. Автоцентр РРТ празднует день рождения. Только в мае получите выгоду на Ниссан до 250 тысяч рублей и подарки на выбор. Звоните. Четыре пятёрки и три единицы. В РРТ Автомаркет есть автомобиль для каждого. Выгода до 150 тысяч рублей. Подробнее. Три двойки 0101. И на Чуйково 54Б. Победа сберегает. У нас детишек много. Конечно, экономим. А ещё и в качестве уверенности. В магазинах Победа. Колбаски охлаждённые для жарки 400 грамм 85 рублей. Памятники Данила Мастер. Изготовление, оформление, установка, благоустройство. Гарантия 25 лет. Гибкая система скидок. Я мордовскую речь, как цветущего детства поляну. В своём сердце беречь до последнего дня не устану. Людмила Татьяничева. Здравствуйте. Жаркий антициклон продолжает раскалять воздух. И под его влиянием в пятницу станет ещё теплее. По данным сервиса Яндекс.Погода. 14 мая на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево. Несмотря на небольшие облака, будет жарко и без осадков. Всё жарче и в Нижнекамске. На Верзных Челнах, Елабуге плюс 32. И здесь осадки маловероятны. На север Татарстана, Вагрыс, Менделеевс, Актаныш. Пришло настоящее лето. И солнечно, и жарко. Ночная температура тоже высокая. До 16 градусов с плюсом. На северо-западе, Варске, Вкукмаре, Балтаси. Аналогичная картина. Дождей ждать не стоит. Вот так неожиданно май окунул нас в летнюю атмосферу. Жителей Болгара, Држанова, Буинска ждёт солнечная и сухая погода. Также жарко. Плюс 28. В центральных районах, чисто поливальметьевске, Мамадыши, прогнозируется небольшая облачность, без осадков и высокий температурный фон. В субботу температура продолжит повышаться. Солнце будет светить в полную мощь. Запаситесь головными уборами во избежание солнечного удара. Сезонная аллергия может омрачить радость от наступлений весны и лета. Благир-3 – европейский препарат от аллергии. Таблетка Благир моментально растворяется во рту и помогает устранить основные симптомы аллергии. Заложенность носа, слезоточение, зуд и отёк действует в течение суток. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы берёмся восстановить сустав даже на стадии некроза, без операции, с помощью одного укола. Прямо сейчас запишитесь на приём в «Доктор Ост» за полцены. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний – позвоночника и суставов, без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. О погоде в столице. 14 мая в Казани небольшая облачность, без осадков. Ночью плюс 19, днём 27 градусов выше нуля. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление 758 мм рт. ст. Влажность воздуха 42%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде всё. Хорошего настроения и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова